Здравствуй, дорогой друг! В последнее время мы вокруг себя в социальных сетях, в различных средствах массовой информации постоянно слышим фразу «сетевой маркетинг», MLM-бизнес, MLM-индустрия. И чем чаще мы слышим эту фразу, тем больше в наших головах рождается вопросов. Сегодня вместе с лидером компании «Эссенс» Людмилой Клебушкиной мы составили список самых популярных и самых актуальных вопросов для новичков. И сейчас я предлагаю каждому из вас взять в руки блокнот с ручкой и внимательно записать все, что расскажет нам человек с огромным опытом. И первый, самый популярный вопрос – а что же такое сетевой маркетинг? Добрый день, Надежда! Я готова ответить на ваши вопросы. И что такое сетевой маркетинг? Сетевой маркетинг – это такая маркетинговая концепция, которая подразумевает под собой построение такой сети потребителей, которой занимается вообще сбыто и продвижение товаров и услуг. Но я хочу сказать, что это система сбыта, еще можно так ее назвать. Сегодня сетевой маркетинг – это сильная, мощная индустрия, в которой работает очень большое количество людей и добивается в жизни успеха. Второй, очень популярный вопрос, когда люди слышат что-либо от представителей различных сетевых компаний, они говорят – ой, а это что сетевой маркетинг? Это, наверное, пирамида. Так вот, является ли сетевой маркетинг пирамидой и в чем их отличие? Вы знаете, когда мне задают вопрос о сетевой маркетинг, то я обычно спрашиваю человека, не отвечая на этот вопрос, я спрашиваю обычно, что вы об этом знаете. Потому что, как правило, человек, который задает этот вопрос, он, как правило, ничего не знает о сетевом маркетинге, и он, как правило, наслышан какими-то общими фразами, то есть знает поверхностно. И, как правило, это неверная информация, он начинает рассказывать, собственно говоря, какие-то истории, которые он где-то когда-то слышал. И чаще всего это бывают глупости, потому что если бы человек знал, что такое сетевом маркетинг, то он бы им занимался. Он бы не смог упустить такую возможность. Поэтому я рекомендую сначала послушать человека. Пусть он выскажет все, что он знает, все, что он может, что он имеет. И когда он заканчивает об этом говорить, то я ему говорю, я совершенно согласна с вами. Все, о чем вы говорите, это имеет место быть. Но это совсем не то, чем занималась я и что я ему хочу предложить. И после этого я рассказываю ему, собственно, свою историю. И человек вообще другой взгляд уже имеет на сетевой маркетинг. Совершенно по-другому относится и принимает совершенно другие решения. Что касается пирамиды, очень часто говорят люди, это что пирамида? Но почему пирамида? Пирамида, дело в том, что они наслышаны о всевозможных пирамидах, которые приносили разрушение. Как бы в жизни некоторых семей, в том числе МММ и так далее. Что я отвечаю на этот вопрос? Я обычно говорю, что вы знаете о пирамиде, во-первых. И вы знаете вообще пирамида, что такое пирамида? Ну человек говорит, ну да, знаю, это фигура. На самом деле это фигура, причем это фигура, которая имеет такое четкое основание. На самом деле это самая устойчивая фигура на Земле. У нас пирамиды в Египте стоят, да? Еще будут стоять, пока Земля существует. То есть на самом деле пирамида это устойчивая фигура. И вообще все в мире у нас построено именно по пирамиде. То есть по этому принципу построено и государство, во главе стоит один человек внизу, большое количество людей. И различные бизнес-системы, в том числе и Ростелеком, компания, которая работала во главе, стоит вице-президент компании. Внизу у нас монтеры в самом нижней части. Вы сами подумайте, что если пирамиду перевернуть, то, наверное, она и будет неустойчивая, и она сломается. Поэтому как бы это все нормально. Пирамида – это устойчивая фигура, поэтому по этому принципу можно строить любые организации. Что касается сетевого маркетинга, тут не совсем так, потому что многие люди говорят сначала, что это пирамида, а потом сожалеют, что это не пирамида. Потому что здесь приходят люди, строят собственный быт, прошу прощения, приходят люди, строят свою сеть. Я имею в виду тех людей, которые строят серьезный бизнес. Они привлекают большое количество потребителей, либо продавцов в свою сеть и строят мощную организацию. Но дело в том, что под ним скапливается определенное количество людей, и это напоминает пирамиду. Но иногда приходит тот человек, который, знаете, он более активный, более быстрый, у него другие личные качества. И этот человек может построить такую сеть и получить такой доход, что он перегонит того человека, который наверху. И у меня масса примеров. Поэтому назвать это пирамидой сложно, потому что лично подо мной есть такой человек, который заворачивает больше меня. То есть на самом деле этой пирамидой фигуру назвать нельзя. Вот так я отвечаю обычно. Спасибо. Следующий вопрос. Как много денег я смогу заработать в сетевом маркетинге? Как много денег я смогу заработать в сетевом маркетинге? Ну, собственно говоря, мне такой вопрос тоже часто задают. Я отвечаю на него следующим образом. Все зависит от ваших личных качеств. Вообще ключевое слово в сетевом маркетинге – это делать быстро. Быстро – это, наверное, самое важное слово. Часто люди приходят к нам и говорят, что я подумаю, я потом начну, я позже, сейчас мне некогда, что случилось, поэтому они не очень быстро зарабатывают. Если следует той системе, которая предлагает сетевой маркетинг, человек это делает по системе, делает быстро, то первые деньги он может получить уже с продаж, уже первую неделю, а потом, в принципе, его доход не ограничен. Потому что компания выплачивает, как правило, по маркетинг-плану, и он подразумевает привлечение такого количества людей, неограниченное количество людей. И чем больше вы людей пригласите, тем больше процентов вы будете с продаж и покупок этих людей получать. То, собственно говоря, люди в сетевом маркетинге получают от 5 тысяч рублей, скажем так, условно, до миллионов. Некоторые получают миллионы. Зависит от того, как вы будете работать. Ну, видимо, действительно, говорят не зря, что богатого человека от бедного отличает скорость принятия решений. Это что касаемо заработной платы и денег, которые люди зарабатывают. Следующий вопрос, очень актуальный тоже для людей. Что такое маркетинг-план? То есть вот такое мифическое какое-то слово людям нужно понимать. А что это такое? Ну, маркетинг-план – это, по сути дела, фактически это документ. Документ, который, в общем-то, официально написан в компании, компания регистрирует ее за собой. То есть серьезный документ, по которому осуществляются выплаты всем дистрибьюторам за провязанную работу, за проделанную работу. Вот, обычно он выглядит в форме графика, этот документ. Ну, с учетом всяких бонусов. То есть, в принципе, это бонусная система выплат в виде графика. Его нужно изучать в каждом конкретном случае. Еще раз вопрос о доходе. Наверное, даже два в один можно соединить. Это первый – как скоро я начну получать доход? И второй – а можно ли не продавать? Как скоро я буду получать деньги? Я уже немножко коснулась этого вопроса в предыдущем ответе. Ну, я хочу сказать, что первые деньги вы все-таки сможете получить только с продаж. Потому что в любую компанию, когда вы придете работать, то нужно вначале… Ну, люди хотят получить быстрые деньги, а быстрые деньги, они идут только с продаж. То есть, вы регистрируетесь, вы покупаете продукт, и вы можете… Покупаете по оптовой цене, продаете по розничной. Эту разницу вы можете получить буквально в первую неделю. Ну, если человек не любит продавать, кстати, можно ли не продавать? Конечно, можно не продавать. И, собственно говоря, это был мой способ заработка в компании. Потому что я, в общем-то, не хотела продавать, не любила продавать. И поэтому я искала в ту компанию, в которой можно пользоваться продуктом и покупать. Поэтому не хотите продавать – просто покупайте продукт. И об этом рассказывайте. То есть, занимаетесь рекрутигным, промоушеном. То есть, вам компания будет платить за ваши покупки в этом магазине. И покупки, сделанные по вашим рекомендациям. Нужно много проводить сети, продвигать продукцию компанию. Вот таким-то образом. Если в компании будете работать нормальной скоростью, так, как работала я, то я хочу сказать, что приблизительно от 3 до 6 месяцев вы можете выйти на очень хорошие чеки. По маркетинг-плану, которые выплачиваются ежемесячно. Если я не занималась продажами, то, например, в первый месяц я вышла на чек 10 тысяч рублей. На четвертый месяц я получила чек 35 тысяч рублей, не считая продаж. А вообще, в любой компании приблизительно от 3 до 6 месяцев вы можете выйти на чеки до 100 тысяч рублей. Ответила на ваш вопрос. Да, более чем специально. Следующая ситуация происходит очень-очень часто. Человек, выслушав, возможно, молодого специалиста, молодого маркетолога, молодого участника сетевого маркетинга, и говорит, ой, нет, это не мое, и сетевой маркетинг – это не для меня. Как вы можете прокомментировать данную ситуацию? Да, согласна, это очень популярный вопрос, ответ, вернее. Это не мое. Когда человеку делают предложение, он говорит, это не мое. Как я объясняю эту ситуацию? Как я разговариваю с человеком, который говорит мне такую фразу, это не мое? Ну, на самом деле, я спрашиваю, не мое – это что? Не мое – это деньги зарабатывать? Не мое – это жизнь свою улучшить? Вот. Ну, человек как бы всегда затрудняется, ответит, да, я хочу жизнь улучшить, но этим не хочу заниматься. И я задаю еще такой, знаете, вопрос. Вот как ты думаешь, почему тебе сегодня не поступило предложение стать директором «Газпрома», например? Ну, человек так удивляется, ну, не знаю, почему. Я говорю, ну, все-таки, как ты думаешь, ну, наверное, я не смогу это сделать. Ну, да, я тоже уверена в том, что Вселенная нас любит, и всегда нам поступают предложения, которые нам по силе подходят, то есть, чем мы справимся. Поэтому человек, который не готов стать сегодня директором «Газпрома», скорее всего, у него такое предложение не поступит. Если вам поступило предложение зарабатывать в сетевом маркетинге, значит, вы точно с этим справитесь. Вот так я обычно говорю. Но там уже дальше желание человека. Слушать дальше, будет он слушать дальше или нет. В чем же заключается сетевой маркетинг? Потому что обычно эти люди просто не знают. Ну, так. Хорошо. Следующим вопросом перед человеком, который приходит в сетевой бизнес, зачастую встает, а что важнее, бизнес или продукт? Здесь все играет роль, но вообще, когда изначально мы делаем предложения людям, перейти в сетевой маркетинг, занимается просто важный продукт и бизнес-возможность. Я так рассматриваю это. Но на самом деле, кому-то мы подходим с продуктом, а кому-то бизнес-возможностью. На самом деле, как бы, чаще люди реагируют на продукт, а бизнес-возможности либо не хотят слышать, либо не слышат. Поэтому я, как бы, не напрягаю людей этим вопросом. А когда он начинает пользоваться продуктом и видит, что продукт ему нравится, нравится окружение, тогда мы, в общем-то, рассматриваем с ним бизнес-возможность. Есть такие люди, которые приходят, собственно говоря, на продукт даже не смотрят, потому что это люди, которые имеют предпринимательское мышление сегодня. Это бизнесмены серьезные. Такие люди тоже к нам приходят в проекты. И, как правило, они смотрят сразу бизнес-возможность. Мы даже продукты иногда не показываем. Он говорит, мне не важен продукт, мне важны деньги, что я здесь могу заработать. Поэтому очень условно, что важнее, наверное, важно и то, и другое, в зависимости от ситуации. Следующий вопрос, девятый в нашем списке. Как правильно выбрать сетевую компанию? Для многих действительно актуален этот вопрос, потому что выбор огромный. Компании на рынке на любой вкус и цвет. А как правильно выбрать, непонятно, чтобы и продукт как бы был, чтобы за продукт было не стыдно, и чтобы деньги там можно было зарабатывать? Это очень актуальный вопрос. В свое время этот вопрос рассматривала я. Меня очень он интересовал, потому что я именно занималась тем, что искала компанию. Мне нужно было четко найти ту компанию, в которой я могу построить стабильный бизнес на 50 лет вперед. Поэтому я встречалась с очень серьезными людьми, которые работают, занимаются сетевым маркетингом. И что для себя я выяснила? Это то, что первая компания должна иметь продукт, наличие продукта. Потому что компания, в которой отсутствует продукт, как правило, это финансовые пирамиды, которые очень недолго живут. Это раз. Во-вторых, продукт должен быть качественный. И такая должна быть ценовая политика, которая была устраивала людей в вашей стране, скажем, в России. Ну, доступная для каждого человека в нашей стране. Продукт должен быть качественный, конечно, иметь сертификаты качества. Продукт можно будет вернуть в компанию, сделать замены. То есть есть гарантии в компании. Это очень важный вопрос. Следующий важный вопрос – это то, что компания, в общем-то, должна быть зарегистрирована официально. И эта компания должна быть зарегистрирована лучше, чтобы она была либо в Америке, либо в Европе, либо в Японии, или в России. Главное, чтобы она не была зарегистрирована в обшорных зонах. Потому что там такие законы, как компания открылась, так и закрылась. И долгосрочный бизнес сложно построить. Ну и, конечно, чтобы хорошие были выплаты, нужно смотреть обязательно маркетинг-план. То есть это вот график выплат этот, чтобы компания хорошо платила. Это очень важно. И, конечно, наличие выплат других людей. Когда вы подходите в компанию, то вы смотрите, выплачивали компании деньги, выполнять на ней свои обязательства. Вот так. Следующий вопрос уже от партнеров компании. Почему бывает так, что продукт не продается? Продукт может, знаете, не продаваться только по двум причинам, в моем понимании. Если это сетевая компания, во всех сетевых компаниях продукт, в принципе, хороший. Иначе бы компании не существовали. Он может не продаваться по двум причинам. Если человек, который занимается продажами, не знает информацию о продукте, то есть он не изучил продукт. И он не может его промотировать, не может ответить на вопросы, на возражения клиента. И второе, еще такое, знаете, качество, когда вы идете продавать, то вы обязательно должны учитывать выгоду клиента. То есть клиент должен чувствовать, что вы о нем заботитесь, решаете его проблемы. Это очень важно. То есть нужно показать выгоду клиента при покупке этого продукта. Что он будет иметь? Если это парфюм, то он будет выглядеть респектабельно и пахнуть, да, прекрасно. Вот. И с боем может сэкономить деньги. То есть вот такие вот выгоды нужно человеку показывать. Если человек не может не продать, значит, он просто не изучил продукт и, наверное, не просмотрел выгоду клиента. Следующий вопрос из той же области. А где искать покупателей и потребителей продукта? Наши покупатели и потребители везде. Вокруг нас. Мы живем в обществе, среди людей, мы с ними общаемся, знакомимся, у них учимся. Поэтому все люди, которых вы знаете вокруг, в общем-то могут быть вашим клиентом или покупателем. На самом деле мы этим занимаемся каждый день. Поэтому, то есть в принципе мы рассказываем всегда людям о том, что мы где-то когда-то купили. Пойдите, пожалуйста, в тот магазин и купите. Вы будете иметь скидку. Только мы это рассказываем бесплатно. На самом деле, когда вы работаете в сетевом маркетинге, то вы начинаете это делать за деньги. Почувствуете разницу. И мы рекомендуем обычно писать список знакомых, которых вы знаете, людей. Как правило, 100-200 человек для начала. И потом рассказываем о том, как нужно преподнести близкому окружению о том, что вы покупаете какой-то продукт и что вы можете порекомендовать своим близким. Ну а вообще существует очень много способов знакомства с людьми. То есть иногда мне тоже спрашивают, а стоит ли идти на улицу, знакомиться с чужими людьми. Это ваш выбор. Будете вы это делать или не будете. Вы можете знакомиться через интернет с людьми. Вы можете знакомиться на улице. Вопрос вашего выбора.